Жители аварийного дома в поселке Южном рискуют не дождаться новоселья. Строение признали непригодным для жилья еще в 2014 году. С тех пор собственники ждут, когда дом включат в программу расселения. А пока этого не произошло, они делают все возможное, чтобы здание не обрушилось. Продолжение темы в следующем сюжете. Вот, показываю вам, что у нас вот такие вот дела творятся, что сами все делаем, запениваем, все отходит, фундамент вон, насколько уже отошел, его видно. Сохранить дом в целости невозможно. Потолок, пол, несущие стены расходятся в разные стороны. В углах уже образовались внушительные трещины. Через них без трудностей в квартиры проникают мыши и крысы, которые давно обосновались в каркасных стенах. Химические препараты бесполезны в борьбе с грызунами. По всем комнатам расставлены мышеловки. Пытались заделывать дыры монтажной пеной, но не помогло. Теперь в ход пошли ненужные вещи. Вот этими тряпками все затыкаем все дыри на зиму, чтобы хотя бы как-то утеплиться. Чтобы хоть ничего не дуло, ничего не это. Аня Федоровна, 83 года. Выйти на улицу самостоятельно пенсионерка не может. Приходится обращаться за помощью к соседям, чтобы вынести мусор или сходить в магазин за продуктами. Дополнительные неудобства ей доставляет и отсутствие воды. Не без стеснения женщина рассказывает о том, что даже мыться приходится на улице. Занавеску вешаю, и вот я там моюсь. Это летом? Да, летом. Только летом. А зимой я даже, грубо говоря, господи, неудобно. Подмываться даже негде. Туалет схожу, некому вынести. У меня ноги, видите, какие. Я не могу ходить. Я вон до калитки только дохожу. Женщина с ностальгией вспоминает, как более полувека назад, на день шахтера, ей вручили ключи от дома. 20 лет назад у нее умер муж. Поддерживать строение в нормальном состоянии стало некому. Еще три года назад дом признали аварийным. Во многом это заслуга дочери-пенсионерки, которая последние пару лет единолично обивает пороги всевозможных инстанций. Мы уже обращались и в прокуратуру. Прокуратура сказала, вам никто не поможет. Идите в Белый дом. В Белый дом я пошла, написала заявление. Заявление пришло с ответом. Направили меня на Гоголевскую, там, в жилищную. А жилищная говорит, пишите побольше. Может быть, когда-нибудь. А если у вас очень какое-то серьезное, значит, это самое, то мы вам можем дать жилье чуть получше. Ну, типа такого же барака, но только получше. Сейчас действует федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года. Попадать ли дом в реестр новой программы, пока неизвестно. Муж, брат, почти все родственники Анны Федоровны не дожили до новоселья. Ее дочь надеется, что успеет сделать подарок своей матери. Илья Логинов, Сергей Речиц, Игорь Щепотьев.